Интересная ситуация разворачивается в Таразе. Там накануне на местном заводе по производству минеральных удобрений случился выброс газа. Жители это почувствовали сразу. Впрочем, не заметить это было сложно. Вот такой густой, да к тому же едкий. Дым окутал город и жители, ну как мы видим, просто спасались как могли. Но и тут все началось. Местный Акимат уверенно заявил, населению ничего не грозит, потому что выбросы вполне безобидно. В Министерстве экологии выдали другую информацию. Превышение есть. Правда, после ведомства, ну вдруг, внезапно пришло к тому же выводу, что и в Акимате, мол, все в порядке. Леона Жамлеханова следила за быстрыми меняющимися вердиктами. Халанша, надо его ватарком, бледни его ваткану. Никаких спецэффектов, но именно так накануне было в Таразе. На местном заводе Казфосфат это назовут кратковременным дымовым выбросом. А для жителей города таком по ощущениям впору оповещать воздушной тревогой. Знаю, страшно было, вообще ничего не видно было. И потом начала в горле перчить. Вот прям, мы думали пожар, где-то что-то горит. И так посмотрели, а потом бегом домой все. Я предполагаю, что это была кислота, то ли соляная, то ли серная. Потому что с первого же вздоха у меня прям сдавило горло. Я почувствовала, что это отрава. Говорю, закрывайте быстрее дверь, иначе мы до дома вообще не дойдем. Эколог Лаура Маликова уверена, так организм реагирует на триоксид серы и фтористы водород. По ее мнению, кроме этих обычно бесцветных веществ, в воздухе оказалось что-то еще. Но и того, что горожане почувствовали на себе, хватит на пару диагнозов, говорит эксперт. При превышении повышенной концентрации зафиксировано по сероводороду, который является токсичным веществом и влияет отрицательно на нервную систему человека. Также по взвешенным частицам повышенная концентрация наблюдается и по оксиду азота. Поэтому очень важно населению сейчас соблюдать все меры предосторожности. Эколог советует горожанам как можно меньше находиться на улице и держать окна закрытыми. Эксперт считает, пока не пройдет дождь или не поднимется ветер, опасность сохраняется. Правда, власти города утверждают, что людям ничего не грозит. Произведен замер ПДК на улице Сулейманово в городе Таразе. Превышение ПДК по амьяку и сероводороду не выявлено. Есть незначительные увеличения по туристским соединениям. Также замер произведен в селе Шайфурок Крамбулского района. Никаких превышений ПДК не выявлено. Согласно данным автоматизированной станции КАЗ-гидромета, расположенной на улице Садпаева в городе Таразе, превышение ПДК вредных веществ не обнаружено. Однако на заводе признали, выброс триоксида серы был из-за поломки насосом. Аккурат к тому времени специалисты местного управления экологии подтвердят, снаружи завода сероводород в избытке. В итоге хотят начать комплексную проверку. Разрабатывается то, как будет проходить внеплановая проверка. Ведется расследование. Превышение допустимых норм было. Вероятно, полностью остановим завод, пока не исправится ситуация. Тараз, уверяя, дня четыре назад в городе стоял похожий едкий запах. Но, видимо, испорченный воздух – это не все, что стоит за этим предприятием. Год назад заводу пришлось восстановить ущерб клиентам почти в три миллиарда тенге. А в начале этого месяца в филиале завода произошла авария. Пятеро работников попали под жернова дробилки на фабрике в Жамбылской области.